продолжаем проходить карьеру алекса хантера и читаем twitter что пишет по поводу нас видел и александр хантера в молодежной команде неплохо но искренне хватало хотелось бы ошибаться но это вряд ли думаю александр вырастет в большого игрока но пока рано часто заигрывать его в основном составе вот в общем вот так вот про алекса хантера поверить не могу что кейн станет моим партнером по команде надеюсь у нас все получится видите у некоторых подъем у некоторых не идут подъема но такое происходит в футболе очень часто очень происходит много что же за так а с кем мы со следующим играем был бы очень интересно узнать ливерпуль всегда ищет на рынке умелых игроков чтобы непрерывно усилить команду в общем друзья но это очень печально что пришел новый такой футболист и алексу хантеру делиться малого времени что собственно алекс не рассчитывал на это а ливерпуль находится на 6 позиции с четырьмя очками а манчестер сити и тоттенхэм в эсэм лидирует и так алекса хантера выпускают на поле это замена у ливерпуля 29 номер александр впечатлите шефа на 70 оставить след один дойти до финиша победить в матче и тут пробел стоит что ж мы меняем только волкера нового парня который пришел в наш клуб мы его естественно наверное вряд ли когда-нибудь будем заменять потому что он по уровню лучше нас и нашего друга так ну что ж ливерпуль а пока что лидирует пока что мы выигрываем бернард пас на на фланг попробуем играть попробуем играть что нам уделяет какое время будем пользоваться алекс хантер с мячом здесь играет алекс играет корпусом играет и нужно уже навешивать и делает навес в никуда да у алекса что-то не складывается а полностью вот с этим вот пока что у нас ну вот как пришел тут новый человек вместо алекса и просто просто какая-то билиберда творится с алексом непонятное ну что ж ну главное что клуб выигрывает принципе тоже немаловажно хотелось бы чтобы алекс побольше выходил почему же здесь не выходил вратарь не не забирал этот мяч вот он наш новенький парень которого купили он играет на центр здесь на новичка играем не нужно вешать он вешает на хантера хантер не догоняет мяч нет догоняет даже делает так что мяч не уходит за пределы полей хантер давай хантер топи топи что есть мочи топите парни смотрите тоттенхем отрывается просто от всех это словно сейчас пробежал не знаю гарри гарет бейл пробежал у нас на поле старич играет на хантера на фланг хантеру нужно отрываться 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 от кому пас сделать хантер не знает пытается уворачиваться почти смотрите уже такой вот обманка получается у хантера уже довольно очень уверен еще одна замена только это уже происходит дембеле выходит на на поле у тоттенхема тоттенхем рвет мечет и метает это угловой у них ну что ж пока что мы друзья выиграем 1-0 хантер пока все на поле не очень круто проявляет но 6 и 3 оценка это лучше чем средняя оценка если вообще по так по счету брать но хочется чтобы ой 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 сейчас какой момент был того чтобы забить какой момент был забить сравнять счет на поле это был действительно очень опасно даже вратарь бы не успел это дело забрать три минуты ребята три минуты уже арбитр об этом говорит на поле что осталось играть три минуты ливерпуль выигрывает не получается еще забить у ливерпуля вот хантер смотрите пас не шел на хантера ну хантер попробуем на обманке пойти не получается не получается вот это туда пройти к вратарю подкатом тоже не получается мяч отобрать опа отлично отлично старич делает удар на слишком сильно на технику хотел как-то пробить клоп тут уже не знаю весь извивается бит ребята ребята как же так и можно ребята на самом деле это не так мы выигрываем 6 и 3 у хантера это довольно очень неплохо отлично опять отняли кунтинио попробовать вот так вот забросить в центр опа еще под катиком это дело все забрать на не получается эксен и все ливерпуль выигрывает александр получает сегодня оценку в 6 и 3 выше средней забивает тот самый новичок которого купили но принципе нормально очень много ребята посвящаю времени тренировкам очень много из-за этого происходит ну немножко под себя я стал делать тренировки а как вы знаете если делаешь под себя тренировки то ты игнорируешь тренировки тренера и соответственно клоп тебя перри перетаскивает в резерв в общем на прошлом матче они выходил там был по-моему лайкхейстер и были мы в резерве вот зато немножко так сказать немножко нужного мы подкачали что очень плохо и сейчас будет нас вот сегодня выпускает на арсенал один-один счет на 83 минуту только нам уделил времени вот у нас бернард травмированный смотрите пас отлично так можно сыграть на балкера смотрите валкер кстати характеристики 60 что довольно нехило на хантера хантер удар по чеху вот это поворот событий господа уже уже есть к чему собственно стремиться да то есть те тренировки которые я делал для себя уже о чем-то оп-оп говорят блин вот что у нас бернард травмированный не очень собственно здорово 85 минут к сожалению немного игрового времени хантеру из-за этой всей канонетели уделяется если вообще все делать тренировки которые принципе ставит тренер они не очень нужны получаются но можно получить больше игрового из-за этого времени то есть но зато я не потренирую то что мне нужно потренировать хантер с мячом тем не менее попробуем ускориться хантер хантер сделать пас ну какой пас плохой плохой пас у хантера какой плохой пас так бернард бернард что с тобой будет разбегаешься ли ты или получишь очень сильный узел перехват мяча опять пас центр сейчас чуть неправильно лишился ливерпуль мяча пас на хантера хантер терять мяч делает пас и отлично можно решать ай-яй-яй здесь пас вышел хороший но до мяча нападающий не дотянулся миссу тазил с мячом был ливерпуль больше контролирует мяч морено и мардетто хантер пас не прошел лично опять не засчитали а сегодня ведь хантер очень здорово в последних минутах играет обратите внимание и отыгрывает центрального кстати по моему форварда сегодня хантер нас утозил прострел все промахнулись а вот алекс санчес и что пенальти нет ой сейчас ребята просто свезло нам короче александр пробует играть назад бернард ожил по ходу дела и 90 минута отлично отлично хантер там забегает и навес и матч заканчивается с арсеналом хорошо не назначили отметку 11 метров жиру сегодня смотрите забил александр получил сегодня конечно мало игрового времени что господа принципе неплохо пока идет игровое время ливерпуль занимает по результатам третья позицию борьба за чемпионство так сказать самом разгаре по неплохим очкам имеет преимущество тоже есть дать быстренько пробежимся по социальным составляющим 11 против клуба арсенал если не улучшим игру в этом сезоне ловить нечего может александр бревно вот даже такие появляются новости ливерпуль и александр играют в ничью александр другой мир нет играть так как ты умеешь манами используем моменты да мы очень мало используем моментов но чтобы нам использовать эти моменты нужно больше игрового времени а соответственно нужно делать то что говорит тренер